Дорогие друзья, если это будет официальное введение войск, то выстрел в их сторону будет означать войну. За 8 лет Украина и украинские президенты так и не смогли назвать войну войною. Они называют это ООС, АТО, как угодно, потому что война это правовой статус. За войной сразу следует разрыв дипотношений и прекращение торговли. Это условие, это международное право. Мы на сегодня полностью зависимы от поставки ТВЭЛов, газа, нефти и многих других вещей. Поэтому вот это разом нас богаты, нас не подолаты, но весь мир отказался нам помогать. Весь мир открыто сказал, что в прямую конфронтацию с вооруженными силами России вступать не будет, потому что это начало третьей мировой. Какие там будут санкции, это все будет потом. Мы не сидим и не обсуждаем, как мы дошли до жизни такой, и как это сейчас еще можно было остановить. Все ждут, кто кому позвонит, кто решит наши вопросы, а на самом деле от украинской власти зависело будет это или нет. Я надеюсь, еще раз повторю, что это не произойдет. И мы все начнем действительно обсуждать, как заставить украинскую власть не допустить широкомасштабной войны, которой боится весь мир. Украинскую власть, Женя, ну это же неможливо слушать. В чем идет речь? Ну, слушайте, друзья, ну это не нормально. Путин пришел на нашу землю, вбивая наших людей, вбивая наших мирных громадян, наших воинов. Своим брудным чоботом топча нашу землю, відкусив у нас частину Донбаса, відбрав нахамно Крим. Мы что, его в жопу маємо поцелувати? Ну, я прошу вас, контролюйте себя, без таких слов, точно. Я понимаю, что у нас накал. Я понимаю, что зашкалюють эмоции у всех сегодня. Девятый год война идет. Ну, это же разумило. Девятый год начался. Девятый. Все, давайте контролювать себя. Может быть, будет война. Все, все мают право висловить позицию. Вибачьте за эмоции, будь ласка, друзья, но это неможливо просто. Дорогие друзья, почему я говорю украинскую власть? Потому что даже сидящие здесь в студии люди не обладают той информацией, которая сейчас на столе у президента. Данами разведки, пониманием того, что происходит вокруг наших границ, какие переговоры на самом деле проведены со всеми мировыми лидерами и что осталось за кадром. Мы с вами сейчас как гадалки на кофейной гуще. Почему я говорю украинская власть? Потому что это ее суверенитет принимать подобные решения. И давайте говорить честно. Вот когда девятый год война, да, мы находимся в состоянии, как принято говорить, гибридной войны. Потому что когда война была с 41 по 45, в Киеве не работали рестораны, не работали кинотеатры, не работали клубы, не было дискотек, и никто не жил своей жизнью. Все работали на фронт, все были мобилизованы. И это совсем другая жизнь. И это совершенно другая война, не та, о которой мы эти 8 лет знаем. Да, половина вообще об этом не задумывается. Посмотрите, как беспечно живет весь мир. У нас нет постоянного траура, не заклеены окна, нет блокады. Но это другое. Сейчас мы подходим упорно к тому моменту, когда лозунги подменяют здравый смысл. Вот этот крик, ботинки и все остальное. Друзья, а если завтра действительно это произойдет? Мы к этому готовы? Наша власть к этому готова? Что делать с женщинами, с детьми? Каким образом выстраивать совершенно другую линию? Я погоджуюсь. А вот тут я погоджуюсь. Зорин, так это же, ну просто если... Что алгоритма дей влада не дала. Женя, а вот тут я погоджуюсь. И кричу про это третий месяц. Почему я говорю, когда мы начинаем говорить лозунгами, а не говорить о реальных вопросах, Мы забалтываем эту тему. Послезавтра, Зорин, если начнется то, что может начаться, говорить будет некак, потому что не будет связи, не будет электроэнергии, не будут работать сотовые телефоны, и люди даже не будут... На жаль, так, але чия це вина? Ну, ребят, ну давайте же все-таки думать, каким образом не допустим всего этого. Ой, я перепрошую.